Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Последние несколько дней я покатался на электровелосипеде от компании Airwheel, модель R5. И я расскажу все, что о нем знаю. Я прекрасно понимаю, что велосипед, ну, не для меня, я для него слишком большой и тяжелый. Но все равно, было интересно, есть свои плюсы, свои минусы. Хочу поблагодарить компанию MagCenter, это поставщик Airwheel в Россию, и их сайт airwheels.ru. Если кому интересно, описание, либо где приобрести такой велосипед, ссылка будет под видео. Ну что же, начнем. Первое, что хочется отметить, велосипед достаточно красивый и очень хорошо собран. То есть, здесь не экономили на каких-то мелочах, все сделано по уму. Отмечу, что на сайте, например, нет брызговиков под крылок. Они в комплекте идут. В комплекте идет также багажник. Отмечу, что здесь дисковые тормоза, как передние, так и задние. И торможение, это очень сильная сторона этого велосипеда. Я катался на разных велосипедах, и с дисковыми тормозами, и с прижимными, обычными, имею в виду, неэлектровелосипедами. Здесь, это, ну, как на очень хорошем, дорогом велосипеде. Реально, затормозишь, очень эффективно. Единственное, что он разгоняется, конечно, максимально до 20 километров на электродвигателе. Ну, а без электродвигателя, насколько сильно вы разгонитесь на нем. Но все равно, тормоза, несомненный плюс. Также отмечу, что краска, использовался велосипед, красился по технологии, по которой красят автомобили. То есть, по идее, краска очень долговечная, облезать со временем не должна. В комплекте к велику идет и фонарик, достаточно хорошо освещает. Я бы от такого на велосипеде на любом не отказался. Хорошее световое пятно, и все видно. Велосипед рассчитан для ездока максимум 100 килограмм. Понятно, что, наверное, можно и больше, но не стоит, наверное. Я на этом велосипеде на электродвигателе. Электродвигатель, он у нас в заднем колесе. Обычно в переднем, здесь в заднем. Проблем это никаких не доставляет особых. Единственное, конечно, как на Каме. Ну, дети советского детства меня поймут. Помните Кама велосипед? На нем был выше шик на козла встать. Ну, и падали, как водится обычно, на спину. Здесь, конечно, он сбалансирован так, чтобы вы не перевернули. Центр тяжести уравновешен хорошо. Но все равно задний привод имеет свои нюансы, скажем так. Велосипед, разумеется, складной. Поставляется в достаточно, ну, небольшой, но нормальной коробке, которая влезет в автомобиль в сложенном виде уже. Собирается достаточно быстро. В комплекте есть ключики. Но, отмечу, разобрать его можно без ключей. Ключи не нужны. Ключи нужны, на самом деле, которые в комплекте сидения, например, отрегулировать. Руль регулируется с помощью ручки. По внешнему виду велосипед нелегкий, ну и не сильно тяжелый. 17,5 килограмм. Как я и говорил, велосипед складываемый. Я специально зашел в метро для того, чтобы проверить, пустят или нет. Потом погуглил. Да, в сложенном виде даже в московском метро без проблем можно зайти и передвигаться. В автобус, метро, багажник машины. То есть он с вами будет путешествовать туда, куда и вы. Потом вытащили, собрали достаточно быстро и покатались. Обратите внимание, здесь не спицы, здесь литой обод. Смотрится потрясающе, очень классно. Вот реально не стали экономить. Вообще вопросов нет никаких. Молодцы. Как видим, проводов достаточно много. Это электровелосипед. Ну, основные вот эти провода. Единственное, он идет к фонарю, про который я вам уже рассказывал. Фонарь включается, разумеется, когда велосипед включен. Включается с помощью вот здесь вот кнопки. На этой же кнопке, если мы на нее посмотрим более внимательно, то индикация заряда. Три лампочки. Вот. По времени работы я сейчас вам подробно расскажу, насколько мне хватило. Закончу с внешним видом. Как велосипед, если мы рассматриваем, даже не электро. Просто кататься. Все хорошо. Ход достаточно мягкий. Единственное, я бы, конечно, не отказался, как водится давно уже в современном мире, чтобы было несколько скоростей. Здесь скорость только одна. Звездочки только одны. И каретка, и педали, то есть ничего с ними не сделаешь. С другой стороны, это велосипед. Его нужно рассматривать как велосипед для не очень торопливой, достаточно комфортной езды. То есть он не набирает большой скорости. Я как раз около сотки вешу. Я без помощи двигателя разгонялся где-то до 27 км в час на ровной поверхности. С включенным двигателем, электродвигателем на полной мощности он выживал у меня 17 км в час. В любом случае, это приятно, это удовольствие. Ты едешь, ветерок тебя обдувает. Ты сидишь достаточно на нем комфортно. Отмечу, мелочь, но тоже может быть пригодится. Даже не мелочь, на самом деле, а очень важная вещь, что складывается велосипед не только вдоль, вот, компактно становится, но и складываются ручки, и складываются педали. Также это достаточно удобно, если вы храните его в доме, не в слишком большой квартире, например, московской. Сам аккумулятор, он здесь. Аккумулятор позволяет заряжать ваши гаджеты, то есть есть USB-выход, можно телефон, например, подзарядить. И батареи хватает где-то, ну, не где-то, а по официальным данным, до 25 км. Но мы все понимаем, это при идеальных условиях, не слишком сильно, не слишком тяжелого ездока. Мне хватило приблизительно, я бы сказал, где-то километров, наверное, на 13-14. Притом преимущественно я пользовался, разумеется, именно как электровелосипедом. Ноги почти не использовал. И была еще небольшая горочка. Ну, в целом, я скажу так, что километров 15 у вас будет, что не так и мало. И самое главное, в отличие от другого электротранспорта, здесь, когда он сядет, вы просто спокойно будете крутить педали. И точно так, как на обычном велосипеде будете передвигаться. Отмечу по сиденью еще. Оно нормальное. Я бы даже сказал, наверное, не нормальное, а хорошее. Я катался на этом велосипеде несколько дней, дискомфорта не испытывал. Единственное, я к велосипедам привык. Если с непривычки, может быть, будет некий дискомфорт. Но, в целом, оно вполне удобное. Что еще? По мелочам, если попридираться, нет защиты на цепи. В принципе, не должны вы ее брюками цеплять. Но, обычно, она бывает. Здесь ее почему-то нет. Если мы едем по лужам, то брызговик задний, он не слишком большой. И процентов 10-15 от брызг колеса все-таки летят вам сюда. Не знаю, фирма хорошая, солидная, американская. Она реально хорошая. Но тут какой-то недочет. Либо они это сделали специально по каким-то своим мыслям. Но вот немножечко, немножечко через него все-таки сыпет сюда. Но немножко. Я не привыкал. Процентов 15. Самое большое. В целом, если подводить итоги, велосипед достаточно комфортный. Чуть-чуть напоминает чем-то нашу каму старую, советскую. Но, конечно, более, значительно более тяжелый. Руль регулируется. Сидение регулируется. То есть, сел на него, ручку газа надавил и едешь. Двигатель, как я и говорил, 235 ватт. Не слишком и мощный. Но меня, взрослого тяжелого дядю, даже в не очень высокую горку продолжительно затянул без проблем. Браво. Я, честно говоря, ожидал, что не справится. Справился. Молодцы. В этом плане действительно молодцы. Наверное, все. Подводим, если итоги, то однозначно мы получаем за никакие-то сумасшедшие деньги. Наверное, и не дешево. Ну, и не сказать, что прям какие-то суперогромные деньги за него просят. Получаем велосипед, на котором можно передвигаться без помощи мотора. Достаточно комфортно. Ноги практически не утомляются. Конечно же, если... Конечно, брать его стоит, если вы хотите именно погонять на электродвигатели. С отличными, с действительно очень хорошими тормозами, которые даже регулировать не нужно. По умолчанию все хорошо. Даже такая мелочь, как звонок присутствует. И фонарик. Разумеется, он подключается еще через Bluetooth к Android и iOS через приложение iReview фирменное. Ну, и, наверное, все. Рассказал, по-честному, все плюсы, все минусы, что за время использования у меня о нем сложилось мнение. Ну, и подножка, как видите, она также, без нее никуда. Все. Тогда, как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением, Касим Давид. Счастливо.